Грязное месиво, так местные жители говорят про дорогу в деревню Русская. Даже техники там проехать сложно, поэтому часто возникают трудности с проездом машин экстренных служб. Почему дорогу никто не ремонтирует, знает Евгения Бакина. Автомобиль с трудом проехал. Застрять в грязном месиве жители деревни Русская рискуют ежедневно. Но деваться некуда, говорят люди. Ехать домой нужно. Только вот экстренная служба подъезжать к деревне отказывается. В прошлом году Александра Валикжанина заболел двухлетний сын. Поднялась высокая температура. Вызвали скорую, но до места машина не доехала. Скорая не могла сюда подъехать. Они остановились вот там за лесом. Ну, в смысле, даже у деревни. Там в самом начале. То есть я на своей машине вывозил его. У меня тогда был УАЗик. То есть именно по этой дороге полностью ехал именно встречу. Там уже передавал его на скорую. Был у них форт. То есть, соответственно, низкая посадка, и он не мог сюда подъехать. Проехал домой за 40 тысяч рублей. В неприятной ситуации из-за той же дороги оказался Илья Попов. Мужчина возвращался в Русское, но не доехал. Белый Вольцваген провалился в яму. Глубина ямы была около 50 сантиметров. То есть была наледь и проталена. И в этой проталине вот стукнулся, замял порог. Пришлось вызывать сотрудников ДПС. И уже через юриста подавать суд и отсуживать моральную, как сказать, причиненную ущерб автомобилю. Прошлой весной активисты Народного фронта обратились за помощью в городминистрацию. Чиновники действительно отреагировали. Убрали наледь, прочистили водоотводную трубу, а в апреле текущего года пообещали укрепить дорогу асфальтовой крошкой, которая останется после ремонта городских трасс по программе безопасной качественной дороги. Этот материал вполне может быть использован при ремонте грунтовых и щебеночных дорог. Особенно там, где выделены участки многодетным семьям. На особым контроле у нас дорога к деревне Русское в Ленинском районе. Весной при половоде проезд по ней сильно затруднен, а иногда просто невозможен. С применением асфальтового гранулята как раз можно укрепить эту дорогу. Но на дороге так и не появилось новое покрытие. С наступлением осенних дождей жители деревни Русское опять столкнулись с проблемой. В начале октября люди все же дождались ответа от администрации. В связи с тем, что на сегодняшний день объемы асфальтовой крошки полностью зарасходованы, выполнить ремонт дороги до деревни Русское с применением данного материала в текущем году не представляется возможным. Ну и написано, что указанные мероприятия будут планироваться в 2019 году. Местные жители деревни Русское надеются, что их все-таки услышат в администрации и в скором времени решат проблему с дорогой. Евгения Абакина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.